Нам много говорят, что именно сейчас российский автопром должен объединиться, дабы выжить. Создать общий консорциум поставщиков, наладить взаимные поставки компонентов, но реалии пока совсем другие. Совсем недавно новости с колес рассказывали, как челнинская фирма РИАД по просьбе КАМАЗа примерила на грузовик классической серии К3 китайский двигатель ВИЧАЙ. Получившаяся машина сейчас проходит испытания. Причины появления такого автомобиля понятны. Немолодой КАМАЗовский В8 тяжел и прожорлив, а дизели КАМЕНС, которые выпускало совместное предприятие КАМЕНСКАМА, попали под санкции. Новая рядная шестерка КАМАЗ-910, созданная в Челнах, оказалась велика для грузовой классики. Но почему бы не взять агрегат ЯМЗ, например, 11-литровый ЯМЗ-650, в гамме которого есть версии отдачи от 290 до 420 сил. Для самосвалов отлично подошел бы агрегат 530 серии, что может выдавать до 330 сил. Его вполне хватает Уралу НЕКС, так что для КАМСКИХ грузовиков Ярославская рядная шестерка тоже сгодилась бы. Ни набережные Челны, ни Нижний Новгород не комментируют, почему КАМАЗ не покупает двигатели ЯМЗ. Официальный ответ таков. От грузового автогиганта не поступало запросов на закупку ярославских двигателей. Похоже, что наши автопромышленники, несмотря на санкции, просто не готовы налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Хотя ярославцы вовсе не прочь найти нового покупателя для своей продукции. Напомним, что ГАЗ сейчас налаживает производство некоего загадочного дизеля, который можно было бы устанавливать на Газели, Соболе и Валдае. Сами газовцы пока скрывают, что это будет за мотор. Но есть обоснованное предположение, что этим движком окажется 4-цилиндровый фотон Аукан Пауэр. У него есть версия объемом 2,2,5 литра. Пресс-служба Горьковского автозавода не опровергает и не подтверждает эту версию. Но аккуратно допускает. Если другие российские автопроизводители вдруг захотят приобрести двигатель Нижегородской сборки, для этого не будет никаких препятствий. То есть, если, например, УАЗ захочет оснастить свой Патриот современным дизелем, он сможет рассчитывать на поставки газовцев. В придачу ульяновцам даже предложат шестиступенчатую механику, которую тоже разработала и выпускает группа ГАЗ.